Здравствуйте, я Лилия Игликова и со мной на связи по скайпу из Сталина журналисты Йозеф Кац, а тема разговора хроники карантина в Эстонии. Йозеф, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как проявляется карантин в Эстонии? Страна живет в режиме самоизоляции уже пятую неделю. Дайте нам, пожалуйста, картинку происходящего. Ну, все-таки, добрый день, прежде всего, да, я приветствую всех, кто слушает, смотрит. Прежде всего, я должен сказать, наверное, то, что говорить о карантине – это так, немножечко преувеличение все-таки. 12 марта на территории Эстонии действует режим чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, как его называют. И действительно, наложен ряд ограничений, которые, естественно, вызваны пандемией этого самого вируса COVID-19 для коронавируса какой-то угодно. Естественно, на жизни повседневной это отражается. Каким образом? Ну, смотрите. Прежде всего, наверное, стоит отметить то, что не работают у нас год уже полтора месяца все школы, как общеобразовательные, так и школы по интересам, да, то, что в советское время творцали пионеры, да, то есть никаких скоплений нет. Не работают торговые центры, да, естественно, идет работа магазинов, которые у нас, супермаркеты, которые дают снабжение продуктовое, да, ну вот, а если на территории торгового центра большого есть небольшие такие магазинчики, ну, не знаю, промерли их называть бутиками, да, то они закрылись. Почему? Ну, ответ простой. Главная формула, которая применяется у нас для борьбы с коронавирусом, это 2 плюс 2. То есть требование двух двоек. Первая двойка – это 2 метра расстояния между людьми и присутствие не больше двух человек рядом. То есть, действительно, в маленьких помещениях соблюсти эту пропорцию сложно, поэтому они были закрыты. Если же, допустим, они имеют подобные учреждения, имеют вход с улицы, но тут как бы они внутрь торгового центра, да, то здесь, конечно, полное исключение, это решают сами водительцы. Естественно, идет мощная кампания на тему возможности оставайтесь дома, работайте дистанционно, не создавайте, скажем так, больших скоплений людей на квадратный метр площадь. Действительно, это отразилось в фотографии пустого города, таким, я не помню, центр Таллина даже в самые суровые советские и постсоветские времена. Почему? Ну, очень просто, ведь город портовый, и фактически выполнял функцию, я бы сказал, такого аутлета при Хельсинки. Приезжали сюда и за продуктами финны, северные соседи, ну и постоянно, вот, туризм очень был развит. Естественно, что после того, как бы, ведь очень-очеразвычайная ситуация, паромное сообщение прекратилось. Отдельные рейсы делаются экстренные, но они не для пассажиров в основном, они перевозки фурс-продуктами, да, вывозом уже тех, кто остался за рубежом в Эстонии. То есть, естественно, что такие картинки постопохалипсиса пустого центра Таллина, они, конечно, глаза резали, сейчас поменьше, люди стали выходить на улицы, пытаются наблюдать вот эту дистанцию. То есть, немножечко я бы сказал, что чувствуется, что как-то, может быть, привыкли, может быть, действительно, я бы сказал так, что намечаются первые послабления, и люди это как-то чувствуют. То есть, вот живем так уже полтора месяца, да. То есть, жестких ограничительных мер нет, только рекомендации, но граждане тщательно выполняют эти рекомендации. Смотрите, опять же, вопрос тщательности, он очень индивидуальный. Естественно, что патрули муниципальной полиции время от времени гоняют молодежь, которые собираются где-то, я бы сказал, там, ну, на спортивной площадке тоже закрыты, да, у нас. Только они начнут открываться вот после 2 мая. Да, и собираются там в своих местах тусовок, асоциалы начали, да, группками собираться, посидеть по окон, да, на завалинке на солнышке. Их, конечно, разгоняет полиция, проводит какие-то, так сказать, беседы, чтобы просто не было скопления. Но, да, я бы сказал, что особого желания демонстративно нарушать этот сам режим ЧС, режим чрезвычайной ситуации, ну, по крайней мере, в Талии и наблюдается. И, естественно, что были очень большие опасения, что вот как же будет Пасха, но в церквях богослужения ведутся, но за закрытыми дверями, да, идет онлайн-трансляция, и люди, слава Богу, не стали нарушать, как бы, ради традиций, ради, там, я не знаю, каких-то обычаев, ритуалов, требования. Да, вот 9 мая, дата, которая важна для русскоговорящей части населения Эстонии, и тоже звучат официальные призывы, компания развёрнута, что вместо того, чтобы идти к памятнику на военном кладбище советским солдатам, да, лучше перечислить пожертвования, нести цветы, там стоять, лучше пожертвовать помощи ветеранам Красной Армии, да, и вот как-то люди поддерживают, понимают, что, ну, жизнь, жизнь нарушена, приходится в чём-то себя ограничивать. Таллинн, крупный пассажирский и грузовой порт. Интересно было бы узнать, грузоперезвозки приостановлены или осуществляются в прежнем режиме? Грузоперезвозки осуществляются. И как человек, который живёт на полуострове, который, выходя вечером на прогулку, я вижу Таллинн стерит, ну, северную южную часть его, то да, действительно, полностью исчезли белые, значит, пассажирские суда, но грузовые, они присутствуют, бросаются в глаза, да, которые на каком-то этапе была проблема с доставкой транзитных грузов через Польшу. И да, был пущен паром, но он, правда, не в Таллинн ходил, и в город Паунин, где-то там, где была база подводных водок советского времени, сейчас торговый порт, так он сказал бы именно, машинный. То есть, да, грузовой порт работает. Работает, я думаю, что у кого-то особого спада, такого, ну, заметного нет. А по сути, закрыт, конечно, потому что, ну, не выехать, не въехать, скажем так. Йозеф, нас впечатлили некоторые из эстонских новостей. Например, Челябинка рассказала о мешках с едой для малоимущих на улицах Таллина. Или вот другая. Сухой паек положен каждому ученику в Эстонии абсолютно бесплатно. Когда детей перевели на дистанционку, власти стали обеспечивать детей горячими обедами, а теперь просто выдают продуктовые наборы. Это касается всех школьников? Ну, смотрите, что касается пакетов с продуктами, то это, конечно, немножечко такое, я вижу, искажение информации. Действительно, в Таллине существует такой продуктовый банк, который осуществляет помощь малоимущим. Действительно, город передал продуктовому банку помещение, бывшего муниципального магазина, где продавались некогда продукты по ценам нежилочных. В этом была необходимость. В свое время потом этот магазин, скажем так, начал откровенно хереть, и его помещения были переданы месяц-продуктовому банку. Действительно, магазины, которые, ну, кончается срок действия какого-то товара, или же частные лица могут пожертвовать для того, чтобы была раздача еды малоимущим. И деятельность продуктового банка таллинского, она поддерживается, значит, социальными структурами Таллина. Что касается раздачи пищи, да, это вот школьные продуктовые пакеты. У нас ведь как? У нас все школьники, наверное, последние лет, не соврать бы, пять, имеют обеспечены ежедневным горячим питанием в школах. Естественно, что когда школы закрылись, то возник вопрос, как эту услугу гарантированную обеспечить. И вот родился этот проект действительно в начале горячих обедов, но с ними была проблема чисто, скажем так, логистическая, как их доставлять, чтобы они были, скажем так, горячей питания. Это же сложно, сколько школьников в городе. А, значит, потом, да, заменили сухими пайками. Причем говорится, что если ваши доходы, ваши возможности позволяют не пользоваться, то лучше сохранить это для других, значит, групп населения. Но я знаю, что, да, порядка 15 тысяч этих самых продуктовых пакетов раздавались. Здесь накануне, значит, каникул весенних давали двойную порцию. И продолжится до конца учебного года. 9 июня будут это продуктовые школьные пакеты раздавать. Что касается еще помощи, наверное, не города, а государства, да, касса по безработице, страхование безработицы, правильнее сказать, действительно, вот сейчас начинают такую кампанию, чтобы поддержать работодателей с выплатой их работникам. Действительно, у нас многие заведения общественного питания, какие-то, возможно, в том числе, ну, а определенные такие фирмы в секторе туризма, испытывают большие проблемы. Естественно, никто их не закрывал, да, они просто не имеют клиентуры, они из-за этого простая. Да, и платить зарплату все равно людям надо. Не все спешат уйти в банкрот, кто-то спешит, кто-то надеется пережить это самое сложное время. Да, вот государство сейчас через кассу безработицы 70% заработной платы работникам ряда предприятий пообещало компенсировать. Посмотрим, как это будет работать на практике. А какие-то социальные выплаты для малоимущих или самозанятых государством предусмотрены? Вот я не буду гарантировать, что разговоры об этом идут, но, насколько я знаю, пока еще это, так сказать, у нас не применяется. Хотелось бы, но пока не могу это сказать вам. Чем еще касающимся режима чрезвычайного положения вы готовы нас удивить? Ну да, вот у нас предстоит 15 мая впервые в истории отмечать день Таллина, день дарования Таллину городских прав. В 1248 году это случилось, то есть почти 750 лет назад, да, отмечать впервые этот день в условиях чрезвычайного положения и переводить этот знаменательный день в такой, я бы сказал, формат интернета, да, виртуальный. Таллина диктант проводится, но это аналог, скажем так, тотального диктанта. Раньше он проводился на площади Свободы, там, на одной из центральных площадей, привлекал массу народа, но сейчас, да, придется проводить онлайн, ничего не поделаешь. Различные, значит, как они называются, музейные программы, экскурсии, бесплатные на русском и эстонском языках, да, они будут в этом году онлайн проводиться в формате живого стрима через Ютуб. Вот я на русском языке, я как раз по району Порта буду проводить, меня привлекли тоже. То есть, да, действительно, сколько у нас празднует День города, впервые приходится его переносить в виртуальное пространство. А онлайн обучение школьников проходит гладко или дает сбои? Слава Богу! Мой сын идет в школу в сентябре, он в детском саду, а детские сады, они работают в массе своей, да. Вот детский сад частный, где мой ребенок, он не работал, 4 мая возобновляет работу, наконец-то. Но даже с дошкольником я понимаю, что, конечно, это сложно онлайн обучение осуществлять. Что касается родителей, то да, они потихонечку начинают уже лезть до стены, потому что это сложно, особенно если несколько детей, и уроки же должны вестись, уроки идут как раз в то же время, когда они идут, и когда они шли в нормальном, так сказать, формате, то есть там с 8 до 9 утра, и если есть двое детей разного возраста и в разных двух школах могут учиться, то есть это, конечно, трудновато, ведь даже и работать родителям тоже дистанционно, но вроде бы да, вроде бы было несколько дней назад совещание директоров Таллинских школ на тему того, как, значит, 15 мая Министерство образования сказало, что школы могут возобновить работу не заочную, а очную. И действительно наши руководители школы решили, что все-таки ради двух недель рисковать не надо, потому что официально учебный год до 9 июня, давайте мы заправдим глаза, последние недели это уже всякие консультации, учебные экскурсии, там, я не знаю, все что угодно, но две недели в очереди остается, и давайте не будем рисковать, потому что школьники это одно, и, как мы знаем, молодежь, дети переносят вирусы, значит, легко, но ведь рассадниками и передатчиками вируса они могут быть, а у учителя, к сожалению, это в основном группа риска, это возраст 60 плюс. Поэтому решили не возобновлять в Таллине, как будет в других городах, я не знаю, да, в некоторых городах у нас делается так, что будет 10 человек, не больше в классе должны находиться. Некоторые города говорят, что это можно сделать так, чтобы было только три младших класса сделать, но вот не знаю, да, как Таллинн сказал, что нет, что мы не будем, мы пускай досидим, пускай понимаем, что трудные родители, мы дети, мы учителям, но давайте не будем прощать, не будем лишний риск сдавать. Все мы понимаем, что два месяца простоя – это серьезный удар для малого и среднего бизнеса и для экономики в целом. Как себя ведет власть в этой ситуации, насколько информирует население по стратегии выхода из кризиса? Ну, смотрите, с самых первых дней, да, чрезвычайной ситуации, у нас постоянно идут пресс-конференции, так называемого, ну, я скажу проще, штаба, да, по борьбе, куда входят и медики, и представители государства, причем, что самое для меня отрадное, это то, что все пресс-конференции, которые онлайн проходят, они теперь обеспечены переводом синхронным на русский язык. Учитывая, что в Таллине население русское составляет, ну, больше 40%, это важно. И, кстати, Таллинская мэрия у нас проводит после эстонской пресс-конференции отдельно пресс-конференцию на русском языке. Вот, ну, это, как говорится, не для записи, учитывая, что среди вице-мэров у нас из-за семерых для трех родной язык русский, ну, естественно, что они сейчас общаются на русском языке, это, естественно, и мэр у нас, судим, родной язык русский, да, то есть, понятно, что это странно, что только коронакризис это был вынудил делать, и, значит, отдельно пресс-конференцию. Но действительно информированность о том, что происходит, о том, какие меры принимаются, ну, я бы сказал, что на самом высоком уровне. Никаких, скажем так, закулисных манипуляций, никаких, я не знаю, там, тайных советов, я не могу сказать. Все, что доносится, все, что, скажем так, официально принимается, оно оглашается, и некоторые, скажем так, такие стептики о том, что вот, дескать, будет информирована часть населения, они сейчас немножко усили языки, что называется. Вот. Что касается выхода, шагов по выходу из кризиса, я вам скажу вот как. Действительно, вот-вот должна быть представлена, ведь в следующих неделях, конкретная программа Таллина. Что касается общегосударственной, то здесь можно сказать, что уже отдельные пункты известны. Мы знаем, что по всей вероятности границы между Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией будут открыты единовременно. Будет снят пограничный режим, то есть это будет, сейчас идет консультация между министрами иностранных дел наших четырех стран, да, чтобы это было сделано одновременно, когда будет ситуация нормальная. Мы знаем, что вот первое послабление, это то, что завтра вновь можно заниматься спортом на спортивных площадках, правда, их надо будет инфицировать. Эти площадки, муниципалитеты этим берут на себя ответственность. Раз в сутки их будут инфицировать полностью. Мы знаем, что с 2 мая открыты для посещения музеи под открытым небом. Опять же, группами не больше, чем 10 человек и расстояние 2 плюс 2 надо соблюдать. Мы знаем, что у нас, у нас ведь вот еще о чем надо было сказать. Если говорить про карантин, то на полном карантине оказался остров Сарема, где вы знаете, на острове Сарема возникло такое непреодолимое желание сыграть волейбол с итальянцами, да. Итальянцам не поехали в 10-х числах марта, уже понятно было, что доехать не надо, да. Ну, хватило ума позвать их на остров. Ну, конечно, все сыграли и получили очаг заболевания, заболевания, ребят, ну, как бы, по этому минусу безразличны, где распространяться. Действительно, у нас, когда стремительный рост заболеваемости в городе Курость старая, да, это столица островов, то остров Сарема у нас и остров Муху, который связан с этим дамбой, были закрыты на карантин. Туда было не попасть вообще с материка. То есть, ну, я не знаю, медики наверняка подали туда, или военные подвозили наверняка продовольствие как-то, да, там, но попасть было нельзя вообще. Не выехать никому, да, не выехать, не въехать, если ты не, значит, государственный служащий, который должен это сделать, было невозможно. Вот, видимо, острова открывают в 10-х числах мая, да. Начнется проверка, начнется, значит, там, тепловизором на пароме проверять, нет ли повышенной температуры. Но, видимо, острова открываются, да. По крайней мере, для, значит, если у вас есть родственники там, то вы можете туда попасть. Просто туристов сейчас попасть. Невозможно туда будет какое-то время, но так как очаг удалось вокализовать в, значит, в городе Куре-Саре, вот потихонечку открываются у нас острова, чем тоже не одновременно, а вот именно постепенно, вот чат только одной категории, да, родственников имеющие могут туда бежать. Потом, может быть, тем, у кого дача там есть, бог его знает. Вот это я уже фантазирую. Да, но медленно, наверное, закрывается, чтобы... Я не сказал, выбираемся, да, но свет, я в конце туннеля начинает мерцать. Какая у вас статистика по заболеваемости на сегодняшний день и много ли приверженцев в теории коронавирусного мирового заговора? Если людям нравится объяснять все заговорами, да, такое концентрологическое мышление, оно присутствует, да, и ничего с ним не поделать. Наверное, какой-то процент населения им подвержен. И есть определенные места, определенные, я бы сказал так, такие секторы интернета и на русском языке, и на эстонском, где упорные борцы за правду нас скрывают, собираются и друг друга убеждают в том, как все правильно, да? Но ответ же очень простой, потому и нет эпидемии, что были применены достаточно строгие меры. Мы же живем как бы сейчас не в 19 веке, а же не в 20-м. У массы людей есть непосредственный контакт с жителями Испании, Италии, Франции, которые говорят, что... Йозеф, суть протеста вирус не настолько опасен, как его молюют. Да, но когда у тебя твой ближайший знакомый живет во Франции или в Испании, в Италии, выкладывает фотографии с тем, что творится там с гробами, которые вывозят там и не справляются в одном городе, когда ты видишь то, что творится в... Одно дело, когда ты слышишь, другое дело, когда твои непосредственные... Вот я говорю, люди, которые уехали и живут в Южной Европе, достаточно большая община выходцев из Эстонии имеется, в Испании на море, да? Вот там всякие... Просто правые и так далее. Пилы имели там, ну, сказать, кто-то уехал сюда, кто-то использовал как летнее жилье, и поэтому кто-то там застрял, и поэтому очень в Италии та же самая ситуация имеется. То есть очень сложно поверить в то, что это не более, чем грипп, когда постоянно доходит ввести о том, что у нас тут в нашей Марбелле или в нашей Ницце смертность зашкаливает, и слава богу, что вы показались вне нас раньше, и карантин, и береги, скажем так. Ну да, но я говорю, что какие-то любители конспироводии, они есть, но тем более у нас же под боком Швеция, которая очень своеобразная справа без этой борьбы. Но я говорю, это маргинальное явление, особо никто эти идеи не раздувает, да? Да, есть даже те, кто говорят, что что это такое, почему так поздно ввели чрезвычайное положение, почему, допустим, детские сады работают, а школы закрыты, почему не закрыты, значит, они, почему, допустим, работают, хотя извертлечения по времени, бары, кафе закрыты были, да? Надо было только на вынос можно было продавать еду до последнего времени. А в барах, да, продавали, горячительная правда, только с 10 утра до 10 вечера, а не ночный пролет. Но он тоже, почему собираются, это ведь тоже может быть раздувать. То есть, наоборот, я бы сказал, что сначала голоса о том, что почему мы достаточно мягкий режим избрали, они более, скажем так, эти голоса слышны, чем те, кто был недоволен, говорил, а, это простой грипп, а-ха-ха, нас же ни суть не сделал. Еще в феврале сказал, что говорил о том, что вот так, это чепуха, это все паника, это и больше, чем простуда, есть водка, есть баня, есть все жир натирать там в грудь, и мы одолеем коронавирус. Когда произошла резкая вспышка, и за день добавилось порядка 120 новых случаев, то как-то эти разговоры резко прекратились, министр сказал, что он приносит извинения, что это, оказывается, он ошибался, да, и появляется на этой конференции правительства в маске, вот, потому что, ну, одно дело это рассуждение, а другое дело, видимо, сопоставение личное, если опасно. Из нашего разговора делаю вывод, паники нет. Да, это большое дело, что паники удалось избежать. Было чуть-чуть, скажем так, ну, как бы такой шажок в сторону паники, когда город начал принимать чрезвычайные меры у себя, а государство почему-то на 12 часов объявило о том, что вся страна закрывается на чрезвычайное положение. И вот тогда, да, в тот первый день ринулись там скупать туалетную бумагу, гречку, макароны, но, к моему удивлению, это прекратилось буквально вот в течение, ну, 12 часов буквально, да. Паники нет, и это не потому, что мы плавно подходим к снятию ограничительных мер. Забрежил свет в конце тоннеля. Вы знаете, я думаю, что здесь некий, конечно, оптимизм дал. Он растет, потому что не так высоко, ну, нет уже больше такого, что выявляют в день там по, значит, 120 человек заболевших. Такого, конечно, это был один день, и как раз на острове Сара Майта была. Вот смотрите, по данным на сегодняшний день у нас выявлено, сделано 1030 тестов, ну, вот за сутки, да, и 5 человек позитивных. Это от общего числа заболевших, от общего числа протестированных 0,5%. А эти тесты государство проводит бесплатно? Да, да, да. Ну, просто сказка какая-то. Ну, так Таллинн, это же сказочный город, что же вы хотите. Андерсоновский город. Ольга Лукоя, снежная королева, город Мастеров. Вот, так что хорошо, если смог вас порадовать. Большое вам спасибо за содержательный разговор. Здоровья всем вам и благополучия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!